Книга «Открытым оком», том 14, вопрос, 2861, тема «Литература». «Если христианин любит смотреть телевизор, даже хорошие фильмы, не значит ли это, что он дружит с миром?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Если от случая к случаю, и потом даже томится, что потерял драгоценное время, или если в фильме нет пищи для размышления и нет духовной пользы, то получит пользу, сделав вывод, чтобы больше не смотреть этакую глупость. Но если любит и смакует раз за разом, даже виденный фильм, а не сидит за Библией и молится о стяжании Духа Божия, то этот человек уже засасывается в мирскую трясину или уже поглощен миром. И в самое ближайшее время этот зритель-кинематографа будет как та девица-секретарша, ходившая на фильмы, которую Шариков-полиграф и прибрал к рукам. Собачье сердце Михаила Булгакова. Телевизор и есть зрелищный ящик. Редко, но бывает от него польза. Но в основном невосполнимая трата самого дорогого времени. Второзаконие 4.16. «Дабы вы не развратились и не сделали себе из вояний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину». Артисты так и называются кумирами. «Что видит человек, кто и может желать иметь себе? Это и есть дружба с миром». Второзаконие 17.17. «И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себя чрезмерно». Можно смотреть столь искусно поставленный фильм и как бы быть с героями фильма. Псалом 1.1. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Скользим и падаем за оттепелью сразу. Отказывают к ужасу обычно тормоза. Снег не натоптан, но не видно грязи. Разбитым и поломанным стонать и замерзать. И каждый год опасность выползает. Припорошенная пушистым белым снегом. Кто носом клюнет, кто проедет задом. Для многих встать пришлось на том уж свете. Гонения тяжкие, невыносимы были. Но перестройка, оттепель, прошло крушение льда. Ломали коммунизм столбы из дыма, пыли. И долгожданная свобода, как беда. Вот тут-то нас опасность поджидала. Прикрытая незримым искушением, исчезла строгость, сгинул долг кабальный. Для многих сделали желанным и мишенью. Со всех сторон то розыгрыш с обманом, То лотерея стать за час богатым. Плеснули гадости, услужливав стаканы. И к нищете столкнули всех по скату. Наносят крохоборов легионы. Как мошкара сосут и шею облепили. Стригут из лысого, сверхприбыльно, купоны. И кур нам тащат вроде ненасильно. В неразберихе жид толкнет в туман обман. И спрячет все в трехмерное гражданство. Свободу дали свиньям и ослам. Без Бога и без веры все таким напрасно. Лишь с Иисусом, с Библией открытой, Опасности не скрыты, предельно на виду. Пришедший в чувство сын покинет ли корыто Или опамятуется с богачом в аду. Скользящий график павшему потрафит. Зарплатой прибылью доводит до падения. Свобода породила столько мафий. Одна из них и к нам скользит за наши деньги. 15 ноября 2005 год. Игнатий Лапкин.